В это здание по адресу Салтовское шоссе 73 курсы гражданской защиты вселились более полувека назад, еще в 1959-м. За это время правилам поведения при чрезвычайных ситуациях тут обучались тысячи руководителей харьковских предприятий и организаций. Многие не по одному разу. Угроза оказаться на улице над центром гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности нависла в апреле прошлого года. Тогда Харьковский облсовет своим решением внес дом в список на продажу, а обосновавшимся там учреждениям, в том числе городским курсам гражданской защиты, отказались продлевать контракт аренды. Недолго осталось и областным. Сроки договора у них истекают уже в июне следующего года. Мы, как анекдот, выглядим на территории всей Украины. Мы единственная область, в которой, среди всех областей Украины, где принимают областной совет о ликвидации или выставлении на продажу того учреждения или областных курсов, которые занимаются подготовкой населения. Мы единственные в других областях такого-то нонсенс, то, что произошло. Первый этаж здания уже пустуют. Отсюда успели выехать водно-спасательная служба и департамент по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защите Харьковского гурсовета. А вот курсам выезжать просто некуда, говорит Григорий Олейник. К тому же, материальная и учебная база здесь создавались десятилетиями. Городок гражданской защиты даже включал противорадиационное убежище. Есть здесь и исторический учебный кабинет. На данный момент мы соприкоснёмся с историей. То, что ещё не успели перестроить. Например, на таких макетах местности принимать экстренные решения учились несколько поколений управленцев. На этом макете всегда можно рассматривать, как необходимо обустроить, где разместить предприятие, какие здесь запасные подъездные пути, как необходимо будет проводить работу и где размещать, кстати, проживание населения. Предметно и наглядно знакомят здесь и с индивидуальными средствами защиты. Это приборы химической разведки. Так называемые ВПХР. И дозиметрического контроля. Вот они, приборы такие есть. И ДП-24, и Д1. Индивидуальная дозиметрия. Всего к курсам гражданской защиты относились пять классов, читальный зал, библиотека, консультационный кабинет и класс информационных технологий. Часть помещений уже отремонтировали, а вот ремонт остальных пришлось заморозить. Впрочем, морозно здесь было и в буквальном смысле. Из-за перспективы перехода в частные руки в здании ещё в начале марта отключили тепло, а в середине апреля и свет, говорят в учебно-методическом центре. Самое главное то, что у нас на протяжении уже больше месяца, отсутствие электрозабеспечения. То есть, неможливо работать ни с компьютерами, ни с научной техникой, которую мы используем в научных целях. Неможливо использоваться электронной почтой, неможливо своёчасно выцветовать или принять какие-то документы. С требованием отменить прошлогоднее решение облсовета работники центра обратились в департамент гражданской защиты ХОГА, в прокуратуру и по прямому адресу в облсовет. Не надо прятаться за коллегиальным принятием решения. За любым пунктом, который принимает сессии областного совета, стоит конкретный человек, который готовит. Он тогда обосновывает, отстаивает, просчитывает ризыки, какие будут после принятия таких решений. Ризыки у нас перед глазами. Ещё одно обращение коллектив курсов отправил губернатору. Но, несмотря на это, в обладминистрации вмешиваться не спешат и в облсовет с требованием рассмотреть вопрос о продаже здания на следующей сессии пока не обращались. Рассмотрят ли депутаты вопрос об отмене своего прошлогоднего решения в следующий раз, станет понятно только после того, как выйдет распоряжение о сессии. Между тем, в облсовете заверяют, здание хоть и обесточено и находится в списке на приватизацию, но передавать его в частные руки пока не собираются и никаких документов на продажу не готовят. Алена Сорока, Александр Проценко, агентство телевидения новости.